Америка ждет удара. Ураган Флоренс приближается со стороны Атлантики к побережью США и уже сегодня должен достичь Северной и Южной Каролины. Объявлена эвакуация. Дмитрий Анопченко выяснял, насколько все серьезно и сколько людей могут покинуть свои дома. Эти кадры сейчас на американском ТВ популярнее любого телесериала. По картам и спутниковым снимкам страна следит, как приближается Флоренс. Благо технологии теперь позволяют. Последние сводки с атмосферных фронтов. Ураган продвигается со скоростью 175 км в час и сегодня действительно обрушится на Каролину. Там к приходу стихии уже которые сутки готовятся. На местных заправках размели все горючее, запасаясь бензином для машин и дистопливом для портативных электрогенераторов. Люди заколачивают досками окна и двери домов, увозят подальше от побережья домашних любимцев. Вот так сейчас выглядит городок Чарльстон. Популярное среди туристов направление. Улицы практически пусты, у дверей магазинов и ресторанчиков баррикады из мешков с песком. Те, кому ехать некуда, на свой страх и риск останутся дома, пересиживать непогоду. Те, кто может хоть куда-то сбежать, пакуют вещи. Боимся наводнения, отключений электроэнергии, не хотим оказаться в ловушке. Так что едем к моей маме, заодно буду спокоен, что с ней все в порядке. Национальная метеорологическая служба сообщила, предупреждение об урагане действует в районах, где проживает более 10 миллионов человек. И даже тот факт, что он ослаб до третьей категории из пяти возможных, не уменьшает опасности. Пережить стихию готовился и Вашингтон. В городе даже режим чрезвычайного положения объявили. Но синоптики сегодня скорректировали прогнозы. Сообщили, столицу непогода все же обойдет стороной. Флоренс, ударив по Каролине, повернет на юг. Там сейчас грандиозные пробки на трассах. Люди едут прочь от непогоды. Как дальше будут развиваться события, покажут ближайшие 24 часа. Погода сейчас настолько непредсказуемая, что ураган способен утихнуть, не принеся значительного вреда. Или действительно стать самым опасным ураганом за последние десятилетия, как сказал о нем Дональд Трамп. Так что Америка на всякий случай, надеясь на лучшее, готовится к худшему. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.